Вовремя истории нашей страны есть немало по-настоящему героических, трагических и даже страшных страниц. Одна из них связана с красивейшим городом Ленинграда — Мини-Санкт-Петербург. Блокада города фашистского захватчика — самая трагическая страница в истории этого великого города. В творчестве Даниила Гранина история блокадного Ленинграда занимала значительное место. Когда-то он участвовал в воронье Ленинграда, а спустя много лет соавторским писателем Олесом Атамовичем написал блокадную книгу, книгу, в которой ленинградцы рассказывают каждый о своих многодетах. Отрывок из этой книги «Мне 16 лет» читает Арслана Сергея Владимировича. Атамовича в «Мне 16 лет» не еле в работе ходит в Дорецкой Ании. Играет в шахматы, читает. Что еще было делать для неразького школьника в это последнее время войны? Приятель взял у него читать «Майн Ритм». Юра взял у него взамен на леводал стол и и ниг. Ходил вдоль к кино, смотрел боксера. Ходил за оса, играл в белье, в шахте. Почему-то сильно заболел в груди, появился кашель. Пот так и льется днем и ночью. Город-остров по всей вероятности взят, так как появилось в скорбское направление. Таким фронтом командует ворошилок. Маме приказано явиться на Балтийский вокзал при отправке в Кенсе, в Ритяково. Я провожал маму до вокзала. Он томится, не знает, что писать. Война. А с ним и вокруг как бы ничего не происходит существенного. Значительного не происходит. Тем не менее, он аккуратно пишет и пишет. Вечер, когда мы вернулись домой, к нам неожиданно приехала из-за Шибирка Тима. Она будущий главврач больницы. Договорились, что если с мамой что-то случится, она берет меня и Иру к себе. Говорят, будем учиться эту зиму. Восьмой, девятый и десятый класс. Особенно этому не верят. Тут бы быть живым. Эта запись сделана 19 июля 1941 года. Юрий Ременкин не мог ничего знать о испытаниях, которые ему выпадут. Но тем не менее, какое-то предшествие заставляло его ввести дневник. Он как бы готовится к чему-то. В нем застряются чувства. Он не верит в опухоительные слухи. Он многое уже понял за эти месяцы. Тут бы быть живым. И еще запись. Да, это, пожалуй, самая тяжелая, самая опасная война для нас. Многое будет стоить, поверь. Прочел в гражданское место. Играл с Давидом в шахматы. Мама дала мне денег, на которой я съел дарелку, супы и дарелку маме каши с маслом в столовой барсатур. Затем пришел домой. Дома учился давать Макс Лановой на нем. Читал коперфильм. Поехал с мамой на оборотную стройку под луну в Толмачево. С удовольствием описывал и тот, как копал вместе со взрослым полиотанковым ровкой. Ведь эти две августовские недели были полны тревог. Их обстреливали на счет смит. А они копали. Копали по 8 часов подряд. Тем временем товарищи его начинают уезжать в Ленинград. А Юрия и мама тоже готовятся к конкурации. Они обсуждают, куда поехать. Мама хочет ближе к Ленинграду. Юра, почему это он? Он все с большей пристальностью следит за событиями на фронте. Вдумывается в них и досадуется своей пассивностью. 26-27 августа. Новгород взят уже несколько дней тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от СССР. Нам присылают все время американские танки, самолеты, Боинги. Боинги везут на кораблях до Владивостока. А там они летят с посадками до Ленинграда. Недавно Япония заявила протест насчет отправки к нам из Америки нефти. Ссылаясь, что это угрожает ее интересам. Не обошлось без мину, а не наверху. Наши английские войска вступили в Иран. Иран занимает четвертое место в мире по нефти. Сам я занимаюсь малополезными делами. Читаю книги, играю в шахматы. Закончил матч с Никитиной. В 17-11 в мою пользу. Занимаюсь военным делом, делаю военную игру. Оттель и вестей больше нет. 30 августа. Мама меня хочет записать в военную морскую спичку. Да я знаю, что механизм семейный не пропустит и отказывается. Тяжело все же отказываться от своей мечты. Море. Да ничего не делать. Все попутим. Зря. Пахнет пессимизмом. Дни провожу с военным делом. Шахматы впечатления. Настроение жуткоупадочное. Никаких, даже посредственных перспектив перед собой не вижу. Нину и маму увольняют с 1 сентября. Шахматы, военное дело, военные игры. К чему это мне сейчас? Когда я свою затаенную мечту, военное, морское дело, в жизнь превратить не способен. Тяжело. Пессимизм полнейший. 31-1 сентября. Занятия в школе 1 сентября сегодня не состоятся. Неизвестно, когда будут. С 1 сентября продукты продают только по карточкам. Даже спички, соль и те по карточкам нарастают в голову. Медленно, но верно. Ленинград окружен. Немецкий десант, высадившийся в районе станции Вангстер, отрезал наш город от всего СССР. Настроение подшивое. Не знаю, вернется ли там ко мне когда-нибудь веселость. Сегодня, по всей вероятности, на вся тяжелые мешки у мамы на работе, помогал с ним от влажной бумаги, свернулся и в слогах пишут, что это бои на всем фронте. И только ночью не позволяет забыться. Длиннобойные орудия бьют с наших полигонов по врагу. Враг в 50 километрах от Ленинграда. Бил баклуши весь день. Разве только у мамы на работе помогают. Говорил все впечатления. Если в школах учебы не будет, совместно пройдем. Если пройдем, весь курс девятого класса. Учебники есть. Завтра мне должно было быть 16 лет. Мне? 16 лет! 2 сентября. Да ничем необыкновенно мой день рождения не обиновался. Мама дала мне 5 рублей в столовой. Решил себя порадовать. Пошел в магазин и купил шахнутые учебники. А потом пришел в столовой. Там ничего дешевого уже нет. Зато мама пришла вечером. Мне два пляпа принесла. Потом еще суп свалил. И я суп поел. Сып доволен. Вот такие записки были сделаны в годы войны и блокады Ленинграда.